доброе утро ребята как у вас день сегодня складывается я выспалась выспалась и надо строить планы на сегодня сегодня для начала надо убраться на кухне потому что после вчерашнего пока приехали с ягод пока поели туда-сюда все осталось я не стала там вечером посудомойку загружать я это сейчас делаю сейчас я приберусь на кухне потом надо будет почистить клубнику почистить клубнику и уже что-то начать с ней делать потому что она долго так не пролежит соответственно надо ее я часть клубники решила заморозить а часть клубники я не знаю либо варенье сварю либо компот сейчас посмотрю еще по ходу дела приступлю к посудомойке вот здесь уже посуда чистая надо ее будет выгрузить и загрузить новую грязную и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас помыть газ Все, посудомойка работает Поставим на режим мытья 1 час Осталось помыть газ, раковину и кое-что по мелочам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, девчонки и мальчишки собрали вчера с мужем вот таких два ведерка Клубники, она садовая, дикая, растет в лесу Это не с грядки, поэтому она такая мелкая, но она сладкая и такая же вкусная, как и с грядок Ноготочки вчера сделал DimaTorzok Лимончики такие Так, раз ведерочко и вот два ведерочка Вот они такие, по-моему, литров на пять, может быть четыре с половиной Сейчас моя задача это перебрать эту ягоду Чем я вместе с вами займусь Перебирать буду вот в эту кастрюльку Тут, наверное, литров семь, по-моему Ну, сколько влезет? Ну, начну сюда Нет, половинку, наверное, такую наберу и половинку в другую, чтобы ее не мять Так, положу Переберу Часть заморожу Хочу зимой делать, ну, не зимой, даже сейчас, может там через месяц Пикает посудомойку, у меня вымалось, кстати, надо разобрать уже посудомойку Ну, ладно, бог с ней Постоять, ничего с ней не случится Так, а ягодки начну перебираю сюда в кастрюльку половинку На заморозку Хочу молочный коктейль пить, делать с молочком, с мороженым Так, ну и часть сварю Может быть, компот, может быть, варенье, посмотрю Ну что, приступаем к ягодам Надо смотреть еще, чтобы тут муравьи не попались А то вчера я в ведре видела муравьишечку одного Слушайте, ну легко вроде чистится ягодка-то Ее еще помыть надо потом Помыть ее сразу же обработать Иначе она сейчас очень быстро Очень быстро Спортится Ну, еще свеженькой надо, конечно, поесть сегодня-завтра Как планируете свой отпуск проводить, если у кого-то он есть летом? Напишите в комментариях Меня вроде мужа отпускает в отпуск Вот, сейчас думаем, куда поедем Хочется поехать на море Выбираем Четыре варианта Сейчас Первый вариант – это полететь в Турцию Второй – полететь в Крым Третий – полететь в Сочи И четвертый – из Сочи в Абхазию Все будет зависеть от стоимости перелета Ну, понятно, что Сочи и Абхазия – это Все понимаете, да, что это одна сторона Сочи находится на границе с Абхазией Там границу пешком перейти, можно сказать Стоимость перелета сейчас, конечно же, возросла В Турцию раньше за три часа летали Сейчас я слышала то ли за пять, то ли за шесть часов Может от компании, от чего-то там зависит, не знаю от чего Ну и стоимость, соответственно, повысилась Но мы все равно будем рассматривать все варианты Я думаю, что на следующей неделе Я думаю, что на следующей неделе я спешусь Или мы с мужем вместе съездим в турагентство Пообщаемся Объясним людям, что мы хотим Какой у нас бюджет Саша Таня идет по ТНТ, я еще так смотрю одним голоском Какой у нас бюджет, объясним Какие у нас пожелания Что они нам могут предложить Или, может быть, что-нибудь подыскать Под наши требования, желания Что-то, чтобы более-менее подходило Но от этого будем уже и плясать, как говорится Так что Я пока самая идеальная Самая идеальная, что бы я хотела В Турцию На 8-9 ночей Хочу полететь Потом поехать В район Алании В отель все включено У меня там, кстати, мужа Муж никогда в Турции не был И в отелях все включено тоже не было Я-то была Клубник огонь Собрали за час буквально Вот эти два ведра Один час Замечательно Вы знаете, кто-то скажет Ой, такая мелочь Туда-сюда Ну, знаете, у кого есть Свои сады и огороды У них есть своя клубника Для тех, может быть, это и мелочь У нас своего огорода нет Клубники у нас нет Есть огород только у моей мамы Но клубники она сажает мало Только так вот детям поесть, как говорится Поэтому для нас вот это Съездить за клубникой На природу в лес Для меня особенно Это было прям вообще Удовольствие Я бы еще съездила, конечно Ну, посмотрим Может, потом еще и съездим Не знаю Не буду загадывать Не столь это важно Таких планов прям я не строю Так вот Прекрасно Для меня вот эта мелкая клубника Вы знаете Кто-то и землянику ходит собирать, да? А земляник-то раза в 3-4 помельче Чем вот эта клубника Почему хочу в район Аланьи? Я была в Турции В разных отелях Знаете, попадал в такие отели, где Отель хороший Все классно Там, да Зеленое Все Красиво Обстановочка Фото зоны А за территорию отеля выходишь А там пустыня Вообще ничего нету Тебе просто некуда пойти В лучшем случае Там у тебя стоит Знаете, какие-нибудь Три палатки с сувенирами Какие-то надувные круги там Купальники Эти магнитики на холодильник с Турции И все А отель может и надоесть за несколько дней Это за столько ночей Хочется что-то больше увидеть А ехать куда-то далеко Это хорошо, когда в отеле еще есть Трансферы какие-то Предусмотрены Выезд в город Так вот я и хочу Где-нибудь Поближе к Алании Где и на общественном транспорте Легко доехать В центр Алании Погулять там И такси взять погулять Потому что я хочу И в магазины сходить И одежды И обуви купить Просто так говорить Позырить Поглотить Вот Хочу На крепость Подняться Спуститься Вот там посмотреть Мы любим Сможем Мы когда ездим куда-то На море Мы всегда с ним Ножками ходим Много Ну потому что Любим Реально Полазить По каким-нибудь Скалам Подняться По какие-нибудь Крепости Там Забытые Городки Ну такой отдых Нам нравится Я помню мы Где ж мы были то Где-то в Крыму Тоже лазили по всяким местам Там где знаете Не туристические районы Не там куда всех возят Сами по себе Ай пойдем туда Пойдем сюда Шагов Ходили Мамы не горюй Домой Назад Ползли В Абхазии В Гаграх Помню Она же Гагра Расположенная Вдоль трассы Вдоль моря Вот такой Длинная Длинная Там где-то в гору Подниматься Мы все там облазили Мы в горы Поднимались В какие-то аулы Мы пешком От начала до конца Гагры ходили Глазеть Глазели С удовольствием С удовольствием С удовольствием Помню даже в Гаграх Мы были где-то у рынка там Если с нашей стороны Смотреть со стороны России Так сказать Со стороны Сочи Мы в Гаграх Отдыхали где-то В конце Ближе к рынку их И вот мы оттуда Прям до Начала Гаграх Прошли По-моему там 8 километров По-моему было Но могу ошибаться Пешочком Прошли Назад Уже честно говоря Стали думать А как назад добираться Потому что Думаю назад Уже тяжело Уже ноги устали Запах Я молчу Ну вот Дошли мы значит Думаем Как назад добираться Общественный транспорт Не знаю Вроде Остановки есть Встали на остановке Вроде ничего не ходит Трансфером каким-то Все мимо едут Такси Не знаешь как вызвать Ну такси Самое дело Самое то С доехать Ну ты же не знаешь как его вызвать С руки ловить Не знаю Не представляю Стояли и стояли Думаем Блин Тут подъезжает к нам Мужик такой Возраст Таксист Там какая-то убитая такая машина у него была Прям совсем убитая Убитая наверное Времен Советского Союза Грязная Грязная А что делать Сели мы к этому мужичку лет за 50 Поехали Но он конечно Несся по городу Мама не балуй Страшно если честно даже Вот так мы с ним и ехали 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 до тех пор Пока ему навстречу не попался На машине его какой-то там знакомый Они оба такие Останавливаются посреди дороги Даже не вникают что за одним там пробка собирается За другим пробка собирается И давай что-то там на абхазском трещать Вах-вах Брат-брат Как я рад тебя видеть Как дела и так далее Мы вообще в шеке были на самом деле Вот так у них там положено Это нормально Норма Вот так вот Пообщались они И мы дальше поехали А все машины стояли Стояли и ждали когда они наобщаются Даже никто там не пикал Не возникал Никакие там претензии не высказывал Не знаю Как видимо положено у них Ну так вот Так что не знаю Пойдем Поедем ли мы в Аланию или нет Что касается Крыма Что касается Крыма Мне бы хотелось бы Ближе к Ялте Потому что мы отдыхали в Феодосии В той стороне И все там объездили По сути Судак Феодосия Там В Береговом отдыхали Поселок Береговое Там хороший пляж Песочек Вообще Замечательный пляж Ну плиты тоже В море Плиты А в Ялту мы только ездили на экскурсию Замучились конечно Ехать очень далеко От Феодосии до Ялты на автобус или что там у нас такое было не помню уже Очень далеко Через гору Айпетри мы ездили Ну через экскурсию я имею ввиду Заездом на гору Айпетри Все красиво Шикарно конечно Ну сейчас хочу ближе к Ялте Потому что мы туда заехали Мне там очень понравилось Там конечно пляж я насколько понимаю Каменистый Вот куда-нибудь вот в ту сторону А если Абхазия Если Абхазия Муж хочет только в Пицунду Мы были в поселке Цандревш по-моему называется Как-то отдыхали Потом мы там в Гаграх отдыхали Грязно Море 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 вроде чистое Но все непонятно чем переболели Рвота И что только у нас там не было Не знаю Вроде как поговаривают И где-то читали мы все что Там везде в Гаграх такая проблема есть И надо дальше в Пицунду ехать Поэтому муж у меня говорит Если поедем то только в Пицунду Не знаю Цены не смотрели честно говоря еще Ни на что Ни на отели Ни на частный сектор Ни на апартаменты Ни на что не смотрели Если в Сочи Про Сочи даже вообще нет мыслей никаких Куда податься Вообще нету Мне кажется сейчас там такое Так все забито Там вот посмотришь в интернете Посмотришь в интернете на там На побережье Там не то что лечь Некуда Позагорать Там мне кажется встать некуда Поэтому как-то не знаю Не знаю пока вот Я уже говорила в нашем предыдущем ролике Что мы точно поедем в деревню К отцу мужа Деде Саше Для Александра Саше По-разному Называй почему-то ее Когда как Когда Саша Когда дядя Саша Не знаю Определиться не могу Как удобнее Вот К нему в деревню поедем Если что-то вдруг у нас Не получится с отпуском Согвоз какая-то С билетами Еще что-то Ну смотрим что-то не получится Тогда у него мы подольше побудем Так то на неделю точно планируем А если не получится что-то То может быть и на две недели Останемся там Там сестра Димина приезжает Даша с ребенком Малышу три месяца Помочь ей Понянчимся Вот такие планы Продолжаем чистить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю Все Так Продолжаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Большая Пptop Субтитры сделал DimaTorzok здесь вам не видно какая красивая клубника как на подбор теперь уже почти пол кастрюли вот это есть я вот думаю в чем заморозить ее пакеты для заморозки купителя пластиковые контейнеры какие-то но я думаю они много места занимаются сами по себе в морозилке не знаю сейчас вот дачи еще подумал может попрошу муж что-нибудь купить мне я живи да наверно такие пакетики для заморозки по-моему я видел где-то магазине на ими никогда не пользовалась как вы думаете в чем лучше заморозить ягоды на зиму слушайте если вы отдыхали где-то из тех вариантов что я предложила Турция Абхазия Крым и Сочи и вам очень там понравилось прям вот очень понравилось напишите пожалуйста где вы отдыхали посоветуйте что-нибудь только не просто там если это отель там отель такой-то да или поселок там под крымом какие-то там таких такой-то напишите пожалуйста почему конечно вот эти места я все прочитаю посмотрю в интернете про эти места отели разные что там хорошего что плохого какие плюсы минусы вы свое мнение напишите пожалуйста почему вы считаете почему посоветуйте именно такой отдых конечно можете еще и посоветовать и другие места которые я не озвучивала потому что все может быть кто знает куда мы там решим рвануть сейчас мы так думаю потом что-то мнение услышим посмотрим скажем вау мы не знали мы не гадали а тут оказывается вон оно как сменим сменим планы на лето напишите хорошо буду очень признательно уже спина устала если честно так вот сидеть сейчас такое ощущение что мы собирали ее быстрее на самом деле перебираем я подумала знаете что сначала во-первых сейчас я почищу то помою потом отберу то что заморозить знаете вот я думаю может быть я в том году просто мы по моему покупали клубнику то ли в том году то ли поза том году а нам отец покупал клубнику такой хорош такой ящичек мне там очень хорошо подъели конечно потом я из нее сварила варенье у нас такие такие варенье нехти я вообще его не ем не знаю банку откроем там ложки пару съел там что-нибудь с блинами да и все потом в итоге выкидываем поэтому я что-то подумала что я завтра наверно компот сварю наверно компот да сварю если варенье то не знаю там не больше четырех баночек каких-нибудь небольших просто больше не надо на самом деле это зависимости от того сколько уйдет на компот потому что я вообще на компот всегда на глаз кладу ягоды где-то примерно трех литровую банку у меня выходит там 700 грамм ягод разных но опять же смотря какие ягоды так все первое ведерко у нас закончилось слава богу